Привет, дружочки-пирожочки! Посмотрим вот на эти коробочки. Что это такое? Ну, судя по названию, это, друзья мои, Hot Wheels. Hot Wheels в коробочке с сюрпризом и какой-то вкусняшкой. Я взял три коробочки, чтобы посмотреть, что же внутри, узнать, стоят ли они вообще того, чтобы обращать на них внимание, прикольные здесь игрушки и вкусные ли ку-сня-шки. Монятно, давайте посмотрим. Итак, коробочка представляет из себя вот такой квадратик. Это отличается от свитбокса, и не путайте, это не свитбокс, это называется лолибокс. Интересное название, лолибокс. Вот так, собирай и играй 3D-игрушка и карамель. Что значит 3D-игрушка? Ну, в смысле, она объёмная, не плоская. Спасибо, конечно, вот это вот пингвинчик клонится такой. Знаете ли, 3D-игрушка и 3D-карамель тогда можно было написать. Итак, Hot Wheels вроде оригинальный, две какие-то тачки с этой стороны, 5 сантиметров. 5 сантиметров. Вот такая будет, да, машинка? Ага, о чём нам как бы заявляют на упаковке, да? И вот целая коллекция из 6 машинок можно собрать. Если вы захотите ещё посмотреть коробочки всякие, разные машинки, то ставьте лайк вот этим видео. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Открываем. Что же за 5 сантиметров части такие? Так, открыли. И теперь пугуньк. Открываем, а внутри пакетик. Пакетик. А слушайте, у него 5 сантиметров. Я думал, что это меньше сильно. И чупик. Чупик. Ну, давайте вначале посмотрим, вкусненький он или нет. Чупик-то, как его распаковать-то получится? Да. Ну, типа чупика какая-то. Это ноу-нейм леденец. Да. Потом изучим коробку, посмотрим, кто же это делает. Вот такой леденец. Красненький такой. На вкус жжёный сахар. Это просто какая-то фруктовая небольшая добавка, но... Это дешёвая конфета, как петушок какой-то дешёвый, но не в лучшем его понимании. Петушок всё-таки без каких-то ароматических добавлений, просто типа жжёный сахар. Здесь же не поймешь, что... Так, синяя упаковочка Hot Wheels. Такой вот как бы флажок на старт. И теперь мы давайте на старт. Ого! О! Действительно машинка-то крупная. Смотрите. Вот у нас здесь какой-то вкладыш и кейс. О, нет! Нужно будет клеить кучу наклеек. Что же делать? Вот у нас вышел вот такой вот... Попробегись! Молочный фургон монстр. Что? Молочный фургон монстр? Ммм, понятно. Это который молоко разводит, и он монстр. Зметёт всё на своём пути. А молоко-то он развезёт или нет? Знаменитые монстры Hot Wheels. Они созданы, чтобы крушить всё подряд. Шесть прокачанных автомобилей. Скелетон Crew Delivery. Star and Seed in Stripes. Какой-то Purple Muscle. Pure Muscle. Good One. And Slinging Ink. Есть ли из них молочный... Вообще это написано Delivery. Просто доставщик. Разве доставщик это всегда молочный? Ну ладно. Вот такая у нас игрушка. С большими колёсами. Крупными. И с вот таким... Таким... Вот с таким корпусом. Вроде так, да? Устанавливается. Нет? Какие у нас? А так можно установить? И так можно, да, установить? Так. Нет, так, наверное, не очень. Вот, скорее всего, вот так. Устанавливается он сюда. Вот так. Так, что-то у меня колесо куда-то поехало. Ага. Это странно. Оно должно так делаться? Смотрите. Так оно как-то щёлкает. И вот у нас такой чёрный автомобиль. Чёрный-чёрный фургон. Слушайте, она у нас, по-моему, да? Нет? Мне показалось, она инерционная. Нет? Нет, она не инерционная. Но она довольно плохо ездит. По сравнению с машинками Hot Wheels прямо еле едет. Но машинка сама по себе крупная. И вот у нас тут туча просто наклеек. Мы должны наклеить просто всё. Это я не очень, если честно, уважаю, люблю и обожаю. И ещё они, смотрите, какие длинные. То есть, мы должны всё это наклеить. Ну, то есть, для тех, кто любит прямо наклеивать, да? Наклеивать. И, естественно, это всё будет обдираться, ломаться и всё сейчас всячески ковыряться. Сейчас наклеим. Готово почти. Я только не стал эти маленькие клеить. Потому что наклейки не самого высокого качества. И не очень края плотно прилегают. И это нужно клеить, видимо, на фары или куда-то ещё. Но точно не на колёса. Потому что они вот здесь без наклеек. Короче, непонятно. Вот такая вот история получилась. Наклейки яркие. Это единственный плюс, наверное. Но они не очень хорошо подогнаны. И вам придётся либо вот так вот это всё делать. В общем, вот такая у вас нелепая немножко машинка. Лучше, когда вот, например, в тех же самых Hot Wheels, которые были в Sweetbox, по-моему, или в каких-то вот таких вот коробочках, они были просто маленькие пластиковые машинки, уже собраны. Особо наклеек там не нужно даже было, по-моему, никаких. И они хорошо ездили. Что это такое? Почему оно не едет? Я не понимаю. Давайте посмотрим следующий. Может быть, это один такой попался. Возможно, у меня все такие попадутся. Следующий. Посмотрим заодно тот же самый. Там чупить будет или нет? Да, тот же самый. Пробовать его даже не стоит никак. И, соответственно, даже не будем. Упаковочка. Вот, вскрываем, смотрим. И у нас тут... Я не понимаю. Нет, вроде это другой. Другой грузевичок. Грузевичок. Кстати, я вижу логотип Mattel. Mattel это официально, да? Вы серьезно? Да, вы такое вот официально делаете. Ммм, понятно. Вот он. Mattel делают это все официально. Это не подделка. Это самые настоящие Hot Wheels. Просто для очень-очень-очень бюджетных историй. Вот, здесь такие наклейки. И это нам попался. Там сейчас напишут, давайте, опять же. Гигантский монстр трек. Способный преодолевать любые препятствия вне конкуренции. Stars and Stripes. Ну, в общем, вот. То есть, у этого никого предустория нет. Просто он большой. И все, препятствие. При этом модель этого колеса у нас остается одинаковой. Здесь тоже нет никакого механизма. Кажется, что он есть. Потому что колеса иногда как будто чуть-чуть сложновато. Так поворачиваются, проворачиваются. Вот. Ну, давайте, ладно. Сейчас я посмотрим третью. Наклеим. Потом сравним. Потом по поводу цены я вам скажу за это чудо. И посмотрим. Хотя нет. Тут должно же где-то быть еще конфитрейт. Конфитрейт. Это делает hotwheels.com. Mattel. Копирайт. Mattel. То есть, это оригинал. Сто процентов. Какая-то карамель. Леденцовая на палочке. С ароматом клубники. Я бы никогда в жизни не повел, что это с ароматом клубники. Честное слово. Вот у меня леденец. Еще раз. Нет. Это жженый сахар. С каким-то непонятно фруктовым... С фруктовой отдушечкой. Такой легенькой. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что третья попадется здесь. И потом уже посмотрим на мою коллекцию, так называемую. Стоит ли покупаться, закупаться такими машинками. Потому что здесь много любителей hotwheels. Я знаю, и я среди них. Но у меня на канале их мало смотрят. Поэтому, ну, для пробы посмотрим, вот что это такое. Так. А это, между прочим, у нас новое что-то. Да. Я вижу по наклейкам. По корпусу определить это практически невозможно. Детализация, конечно, ужасная. То есть, ну, учитывая, что у всех одинаковая эта колесная база, это все печально. Кто это? Мощный грузовик с зелеными полосами. Попока. Устрашающий череп. Гроза всех поединков. Я думаю, что утренец придет. Нет равных. Да. Нет равных в жадности. Конфетриарх и Мотел, как по мне. Учитывая стоимость. Сейчас наклеим. Все. Я, мне надоело это делать. Потому что это ужасно. Это издевательство. Наклейки ужасные. Все плохо. То есть, ну, как бы, если уж такое купили, подарили, развлеклись, то оп. Да. Но главная фишка в машинках, чтобы эти хорошо ехали. Они могут быть отвратительного вида. Но если они классно и далеко и круто едут, в этом фишка. Hot Wheels всегда славились тем, что они хорошо едут. Любая трасса, любая просто пол, они едут. Они такие хорошие, тяжеленькие. У них хорошо крутятся колеса. Все. Понятно, что есть более дорогие и так далее машины. Но эта штука с этой штукой, с Hot Wheels, стоит 100-150 рублей. Столько же стоит Hot Wheels практически по постоянной акции. Не в одном, так в другом магазине они стоят 100-150 рублей. 147, 150 и так далее. Иногда есть еще акция, к этому добавляется. Там, четвертая машинка в подарок. Тогда стоимость их еще уменьшается, если мы делим общую стоимость на 4 машинки. Вот. Здесь же вы получаете за 100 даже рублей. Невкусные, непонятные, стремные. Любители ни разу не определены, как клубничные оледенеты. И машинку, которая очень плохо... Ну вот, посмотрите. Я ее катнул. И вот что это? Колесо даже не крутится здесь. Я должен... Вот, смотрите. Я должен был его как-то что-то с ним сделать. С колесом. Почему? Почему эти колеса превращаются в некрутящиеся? Зачем? Смотрите. Что это за ужас? Это ужасные наборы. Я так считаю, по Hot Wheels лучше не покупать их, не тратить деньги. Если вы хотите машинку Hot Wheels, то возьмите. Она будет радовать вас многие годы. За временем она может быть даже станет вашей любимой коллекционной какой-нибудь. Вы вспоминать будете, гонять ей и просто наслаждаться видом. Особенно если прийти и выбирать на больших стендах Hot Wheels. Так что не тратить деньги на такой мусор. Я потратил их за вас. Показать вам, что вам этого не стоит делать. Поставьте лайк. Поддержите видос. Будем делать контрольные закупочки таких игрушечек. Приколюшечек. Не покупайте их ни своим детям, ни в подарок, ни себе. Это полная ерунда. Не в коллекцию. Не поиграть. Я не понимаю, зачем они фиксируют, блокируют колеса. Это что? Для того, чтобы дрифтить? Они вообще сдираются, эти колеса. Для чего? О боже мой, это какой-то ужас. Ладно, всем пока. Разобрались в этих Лоллибоксах. Давайте запомним еще раз, как они выглядят. Вот такие квадратные коробочки с надписью Лоллибокс. Несмотря на то, что это официально Мотел Конфитрейд. Это очень плохо. Пока-пока.